Представитель средств массовой информации видит, что эта работа никогда не останавливалась. Мы очень часто вас привлекали к этой работе. Большое спасибо за освещение этой деятельности. Здесь момент немножко другой. Здесь гораздо все глубже. Останавливая автомобиль или автобус на дороге, сотрудник Государственной инспекции безопасности удержения или инспектор Дорожно-патрульной службы много не видит. Ему предоставляют документы. Этот документ соответствует всем предъявляемым требованиям, как и по данной перевозке. На первый взгляд проблемных вопросов нет. Есть заказная перевозка. Мы все понимаем прекрасно, что она подменяла с собой регулярную перевозку, но все документы были оформлены в соответствии с 220-м федеральным законом и содержали все реквизиты, которые необходимы при такой перевозке. То есть был определенный круг пассажиров, с ними был заключен определенный договор. Список этих пассажиров прошел через определенные кассы, они купили определенные билеты. Людей, которые не должно было идти в автобусе, их не было. То есть, так называемые, когда останавливаются, подсаживают по дороге и так далее. То есть полностью список соответствовал, титульный список пассажиров соответствовал требованиям. Соответственно, к самому состоянию автобуса пока претензий нет. Естественно, понятно, что возбуждены два уголовного дела. Проводятся два следствия по различным направлениям, в том числе и в отношении следственного комитета, в отношении организаторов данных перевозок. То есть, ну здесь, я думаю, что еще рано говорить о чем-то. Нарушения однозначно есть, дальше в этом будет разбираться уже следствие. Работа, она не только будет продолжена, она будет, ее эффективность будет повышена. Единственный момент, что теперь мы больше будем, наверное, внимание обращать все-таки не на водителей, а вот именно на организаторов данных перевозок, в действиях которых мы, в принципе, усматриваем некоторые нарушения. Вы знаете, есть фирмы, у которых есть свой транспорт, которые занимаются данными перевозками, а есть фирмы, в том числе данные организации, у которых нет своего транспорта, они арендуют транспорт, соответственно, и с помощью этого арендованного транспорта уже занимаются данной деятельностью. Вот таких фирм, у которых нет своего транспорта, я думаю, что не менее двух десятков. Вот, и работать мы будем, естественно, не по только одной конторе, но и не будем работать, а уже работаем, но и по другим организациям.